Филат Антипович, а вот вспомните предвоенные годы, 39-41-е годы, думали, что начнется война? В стране было ощущение надвигающей войны? Ну, как это? Вперед начал это немец. Ну, зачем немец? Ну, говорили в деревне, как? Болтали? Вот сейчас, например, видишь? Война? Да. Ну, как же, началась война? Раньше, вот, например, война начнется, слухи были такие в деревне? Ты вот не поймешь. Были слухи, слышишь? Ну, вы думали, что война будет? До войны. Пока война не... Да как? 17-18. Мы на это не думали, а потом началось. Да это все знают уже, передали. В 41-м году. Передали уже. А вот как вы узнали о начале войны? Да. У меня брак в 19-го года был. Он служил, это, как... Нормально службу взяли. До войны взяли его. Вот. Его вот отпустить, а что-то не отпустили. Письмо получили, что-то... Задержали. Задержали. Гитлер, это, Германия, служил Украине. Вот. Говорят, что война будет. Вот откуда слышал я только. А речь Молотова 22 июня слышали, 41-го года? 22 июня? Там у нас... 41-го года. Кто вам сказал? Разве не было тогда у нас в деревне? Ну как, война пошла, сразу известили. Кто? На лошади? В почту приезжал из района, откуда-то на машине, ресторанской. Говорят, что на нас гильтар напал. Война. Ну, здесь женщины некоторые плащут. На второй, на третий день уже выбирают молодёжь, женатых таких. Вот. А потом постарше, постарше. У меня отец с 900-го года был. Его собрали. Я... до Саранцев на лошади отвёз. Много таких. Вот. А потом нам подошёл... Это... 22-й год. Это уже мирную судьбу взяли. У нас прямо эта война. Повестки указали на 40 дней продуктов взять, сухарей готовьте. Повестки так написали. Ну, мы, да, куда? Ну, знали, что на Дальний Восток. Туда приехали. Вот. Второй фронт, говорит, ждём. Отсюда казармы пустые. Уже запад направили. А мы приехали, бани умылись, оделись, шинели, всё, и эти заняли места. Вот, это, политзанятия ведут, что-то, ага, есть, мы ждём, офицеры там, ждём, Япония на нас нападает. Второй фронт откроет с Востока, а Генера ещё воюет, вот. А мы ждали, ждали, и всё, и якобы рыли там, ну, это, ночное время, на границе мы были прямо. Окопы, как расцветают, мы-то оттуда убирают офицеры, чтобы не видать границы. А пограничники ходят и верхом, и охраняют всё границы. А потом приехали, уже с Генером кончилась и война. Везут на площадке, песни поют, тепло, награждённые. Нам добавочное усиление. Филат Антилович, а расскажите, в каких сражениях, операциях вам пришлось принимать участие? Какие города обороняли, какие освобождали? Погромче я говорю. Расскажите, в каких сражениях, в каких операциях вам пришлось принимать участие? В какие города освобождали, какие обороняли? А это уже приехали, фронтовики нам подбросили, офицеры, построили, проверили, у кого обувь, там одёр, шинели, некоторые поменяли, сапоги новые получили, и фронтовики нам подали, нам, свои офицеры, которые с нами были, этих не направили, а из запада, которые приехали, фронтовики, награждённые, офицеры. Вот эти пошли прямо, построили после обеда туман, дежурочок идёт, и через границы миномёты на лошади везли, а в случае бойцов, я первый номер наводчик, у меня ствол 19 600 на плечо, и прицел в руках, и пистолет за место винтовки, больше тащить нигде, никак, не даришь, вот и так и пошли, и город Мулин, японская, не японская, а китайская территория, Маньчжурия, вот, а китайцы когда-то, не знаю, в каком году, заняли, воевали с Китаем, япония, япония, значит, с Китаем отобрала эту землю, и там жители, которые были, остались там, вот мы эту землю освободили, Маньчжурию, и обратно к китайцам передали власть. И мы 15 дней побыли, и всё, они сдались, всё, окружили и пленных там, где в кучу, где прятались, всё, прям паршками, ведём, ведём, вглубь, в Россию. Ваши отношения к войне, с какими чувствами шли на войну, с какими возвращались, бывали в веру в победу, в правоту своего дела? Это как, я не понял. А ваше отношение к войне, с какими чувствами шли на войну, с какими возвращались, бывали в веру в победу, в правоту своего дела? Ну, тогда всё, смело были бы, это, раз на фронте. Мы думали, что победа будет, вот так. Мы не боимся, знали, что победа у нас будет, победима. Ну, японское оружие слабоватое было, а у нас сильнее оружие. Вот и они только покажутся, иногда со врага выходят стреляют, но, некоторых поранили, много ранили. На машину соломку кладут, аккурат, и бельём со всеми раненых везут в тыл оттуда. А вот как в начале войны воспринималось, что Красная Армия терпела поражение? Красная Армия поражение было. Терпела, ну, в 41-м году. Вот что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Ну, это, которые уже были, а мы, что, не были, наверное, тогда, в 41-м году. Как тебе были? Ну, не на фронте же были, а вот в селе, вот как, вы же знали там, что... Ну, я вот там не понимаю, это как, вы же... Ну, что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Ну, когда вот немцы до Москвы дошли, там, вот... Слушали о приказе наркома 227-й шаг назад? Что-то я не понимаю весь вопрос. Как? Ну, вот, как солдаты на фронте относились к приказу номер 227, а не шагу назад? Ну, наша молодежь отлично воевали, офицеры даже похвалили. Западники хуже, говорят, это... Мужчины пожилые воевали, а вы, говорят, хвалили и нас. Молодежь отлично, очень подчинялись офицерам. Бежать разрешения никуда ни шагу, только по просьбе, куда вот, если пойдешь, то... Оправиться, пожалуйста, так только быстро-быстро работай. Филат Антипович, а вот вы слушали ли вы во время войны о заградотрядах? О заградительных отрядах? Ну, такие, такие белые были, такие. Это вперед они, как бригады, что ли, такие стали, были. Вперед они, а потом наши. Если сразу это оружие потребуется, сразу сигнал дают, выстрел какой-то, договорились вперед. Значит, и с оружием... А вот кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Как? А кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? В армии какой? Полководцами кого считали наиболее выдающимися солдат в армии? Ну, Жукову, еще кого? Я этот, как фамилия, забыл. Терёшин, что ли, этот маршал был, командовал их. Пулкаев. Пулкаев, да-да. Вот они там не так, что красиво одеты. Это дыржачок плаш простой, фуражка простой и всё, и командует. Ну, сзади чуть-чуть. А вот Жукова на фронте любили солдаты? Жукова? Да. Как к нему относились? Ну, как, Жуков, вообще все хвалили Жукова. Указание даёт, что вот так-так, в случае оттуда стрельбу откроют, значит, маскируйтесь в это время окоп там или чуть-чуть с лопаткой копнёшь и ложишься. Вот. А потом сигнал дают. Всё. Заменить места и с огнём вперёд. А вот на фронте были люди разных национальностей. По вашему мнению, много национальностей это плюс или минус? Так, к тому, какие были? Да. Разве национальные армяне были со мной, в нашем роте даже. Да они что-то слабо признали. Солдаты слабоватые против русских. А у нас такой разницы не было, что русские, что МАР-2 одинаково считали. И доверяли и оружие сразу усваивать, миномёт как-то. А был какой-то случай. Беглым огнём командовал, и эта мина ещё не вылетела, и это уже готово. И вот и хлопнул, ещё раз что-то разбили, и миномёт взорвался. Всё. Торопился больно. А вот как вас встречали люди в освобождённых городах и сёлах? Когда, где? Как встречали вас люди в освобождённых городах и сёлах? Которые, я думаю… Которые вы освобождали? Город? Да. Ну там… Там отлично нас любили даже. Японцы у нас, говорят, грабили, а у нас солдаты даже ребятишкам угощение какое-то даёт. Сухой паёк есть, вот и раздаёшь. Чтобы плохого не было, и… Они хлопают, пацаны хлопают руками. Нучше или так, наверное. Неважно. А вот ваше отношение к врагу, каким вы его видели? Как вы его воспринимали? Прагула? Врага. Врага. Как врага прогула? Как вы врага… К врагу как относились? Как вы его воспринимали? Прагула там… Ну строго… Куда прогул, какой делаешь? Не прогул, а как к врагу вы относились? Врагу? Да. Ну… Офицеры нельзя, говорят, бить. Пленных таких вот поймали. Некоторые угрожают туда и сюда. И зачем? Ты меня вот ранил туда и сюда. Не надо, говорят, так. Всё они. По-хорошему угрожаетесь, говорят. И женщинами, и ребёнок в руках. Не трогать никогда. Специально это офицеры говорят. Вперёд ещё. Плохого не делайте. Приходилось ли вам во время войны слушать о Власовцах? В Власовцах? В Власовцах? Да. Этого у нас не были таких. Это на Западе они? Ну… Наша часть… Мы ещё на фронте не были и не начал Япония. А с тюрьмы, что ли, нас часть пригнали. В штрафники. В штрафники как, да. Я не знаю. А так-то у нас… Это… Наши года и большинство… Вот… Тульской… Ту… Когда немец захватил… А они, молодёжь, всё оттуда бежали. В тыл. И добровольно они в армию. Вот с нами же были тульские. И ещё моложе меня были. Они молодцы ребята. А что представляло наибольшую сложность в быту? В быту? Как? Что представляло наибольшую сложность в быту? Когда было труднее воевать? Ну… Были бани у вас там… Бани? Ну да. Ну да. Бани были. И этот… Это… Сильный бой. Никуда не отпускали. Это… Вот разъясняет… Сейчас этот город вот освободим. И всё умоемся. Или… Или заменят. Ну… А здесь всё. Смотрим… Это… Японский… Это… Участок захватили. Манчжурии. Там и котлы, завтрак, всё подготовили. Они не успели завтракать. Все оставили. Вот. Не трогайте, говорят. А то отравить и что-нибудь посыпали в котёл. А мы будем кушать. Смотрите, говорят. Вот. И они убежали оттуда. Всё. Миномёты. Где найдём миномёт, всё расставлено. Всё. Двухногие. Всё. Вот. Мины лежат. А сами спрятались, убежали. Не успели миномёт забрать даже. Тоже миномёт у них был. Оружие. Маленькая танкетка на дороге. Я видел, что… Это… Официар. Смотрите, близко не подходит. Может, заминировано. И, говорят. Зарвёте и всё. Пропадёте. А боевая техника. Своё противника. На равных шла борьба. Это боевая техника. У них… Я не видел сильный танк или чего там. Вот. Не были. А только вот… С автомата или с миномёта стреляли. Ну, быстро кончились и всё, мы оттуда с песней вернулись. А вот с какими развлечениями в минуты и часы отдыха приходилось встречаться солдату за годы войны? Песни, выступления фронтовой бригады, артиста? Какие песни? Ну, вот у вас какие развлечения в минуты и часы отдыха были за годы войны? Ну, отдыха. Когда война кончилась, там мы уже спокойно. В воскресенье отдыхаем. Сейчас. В баню. Алло. Потом перезвоню. Ну, вот. Отдых. Всё. Некоторые оружие чистят и пирамиду ставят. А выходной – никуда. Успокоились. Всё. А вот водка на фронте помогала она воевать или мешала? Что? Водка на фронте. Помогала она воевать или мешала? Что? Водка. Водка. Водка? Да. На фронте. А мы там не выпивали. Водки. Там сто грамм фронтовых не выдавали? Нет. Нет. У нас самое время тёплое. Уборка только. И жизнь не кончили. Убирают китайцы, старые люди. Тепло. И шинель завернула. И не расстрелять, что одеть. Ну, ночное время очень холодновато. Раз. И шинель наступающая. А вот писали вы домой? Что сообщали о себе? Домой я редко писал. Писать я слабо. Не учился и некогда учиться. А цензура влияла сильно? Как цензура? Ну, там же цензурщики там будут. Ну, вот читали же письма, когда отправляют. Отправляли домой. Нет, это всё нормально. Некоторые пишут. Вот. Были много с нами, с Кашкурова. Вот они. Давай, давай, пиши. Как отдых проходит. Вот эти. Помогали Кашкуровцы. А вот как после войны относились к тем солдатам, кто побывал в плену? В плену? Да. В плену я в 47 марте приехал домой. Ровно пять лет я побыл. Вот. А пленные, которые были, ещё домой не прибыли. Они не знали. Некоторых это... Домой приезжали, говорят. Милиции сразу забирают. Проверяют. И я откуда, почему так-то рано приехал. Вот. Некоторых судили. В тюрьму обратно отправили. Был такие случаи. А вы были ранены? Нет. У меня ранений не было. Такой сильный удар у брат не встречал, что стреляет. А я, говорят, маскируюсь и как-нибудь от этого вот. Если нет, говорят. Лучше сразу, говорят, убьют и всё. А поранят. Сейчас будешь болеть, говорят. И без ног останешься. Лучше маскироваться, не показывать во время стрельбы японцам. Ну, они мало, мало так. Сражений против русских держали. В общем, слабоваты они. И оружие, техника слабой против нас было. А вот что узнали о союзниках? Насколько сильно ощущалась их помощь? Союзников? Да. Ну, союзников кто там. На втором фронте с нами никто не помогал, только наши советские солдаты. А вот по Ленд-Лизу с полученными танками и самолётами вы сталкивались? Автомобилями? Автомобили это были какие-то. Это, я думаю, это с Америки машина ещё. С Тодибекером? Давал этот. Против Гитлера мы боевали когда. Всё, техники тогда американские было. А тушёнку американскую ели? Да? Ели американскую тушёнку. Ели продукт, что ли? Да, да, тушёнку американскую. Это я, например, в нашем части всё продукты американские было. И это лапша белая, там всё с Америки по воде, наверное, везли нам. Очень хорошо кормили. А вот как и где вы встретили День Победы 9 мая 45-го года? Что в этот день вы делали? Что чувствовали? Всё. Просто так. И некоторые его водочки попили. Только пьяного не показывали. И предупредили. Сильно радовались там. А как же, что ты? А можете рассказать, что вы делали в этот день? Ну, этот день... Как вы узнали, что День Победы не вступил? Как это? По радиусу сообщили. Что День Победы, такого-то всё. Это праздник, как стариков отпустили, а молодые там праздновали в частях. Ну, в общем, обрадовались и нам объявили. Такой-то, такой-то годы демобилизуют. Ждите. Вот и сообщали сразу нам. Уже, это, 20-й год, 21-й, а сразу 22-й, 23-й стали пускать. Сразу 24-й год с нами тоже. Ну, хорошо, отправили. Как раньше. Давайте с Богом трудите в колхозе ещё. Тогда колхоз был. Ну, я приехал. Предколхозы, когда МТС-ские были трактора, а сельхозтехника государственной, или колхозной, тогда не были ещё. Вот, а мне председатель, давай, магнизатором я возьму всё, будешь хлеб получать. Тогда у нас деньгами ещё не платили в колхозе, а хлебом получали. А потом перевели на деньги. Ну, на деньги хорошо стало. А когда на деньги Вам говорили перевести, Вы сразу согласились? Узнали, что это такое? А как, на деньги хорошо. И хлебушка, пожалуйста, бери, сколько тебе положено. И половину оставишь, деньгами берёшь, и хлебом, и всё, чтобы семья-то и с хлебом снабжённая. И денежки надо хозяйство налаживать, молодые. Филат Антипович, а вот фильмы о войне, они действительно правдивы? Фильмы? Да. Я слабо, я от телевизора, я вот включу, глаза у меня. Вот сейчас Ваше лицо мне туманом всё, левый глаз совсем не закрыл. Вот мне это, как вторую группу дали, а и ноги не ходят. Вот. А глаза пока смотрел, и хорошо, а потом за год и всё мне. Затем мне уже всё, концы отдашь. Говорит, довесный пожить. А то, вон, вчера, позавчера съездили на похорон. В земле, говорит, полторы метра, мёрзлый. Филат Антипович, спасибо, что нашли время. Хочется Вас поздравить с праздником, пожелать Вам здоровья. Спасибо Вам большое. Спасибо Иван. Основ median, самим моё. Иван за бери. Раз exhaustion.